всех приветствую это канал александр play викинг музыки сегодня у нас с вами опять видео с моим другом с моим подписчиком учеником дмитрием да опять связи швеция у нас близится на канале новогодний концерт подписчиков моего канала вообще всех желающих и дмитрий мы с тобой какое-то время тут не занимались мне было некогда поэтому сейчас начнется расправа расправа над дмитрием я помню что на прошлом уроке дмитрий почти уже играл одинокую гармонь но еще не совсем конечно идеально гамма-арпеджио мы играли вот простейшем видео до мажор начали смотреть помните на прошлом уроке начали баловаться козлятинкой начали баловаться и вот у меня теперь дмитрий вопрос сможешь ли ты это сейчас все сыграть и сможем ли мы это записать к новогоднему концерту ну давайте начнем урок с разминочки начнем урок с разминочки дима сыграй пожалуйста сначала хроматическую гамму в пределах одной октавы помнишь хроматическое когда все звуки давай легато штрих выберем пожалуйста хорошо дима включи пожалуйста первый регистр пока розлив украшения не будем делать сегодня будем строго строго заниматься конечно да многие подписчики но в принципе я и сам этом понял что конечно на начальном этапе сильно докапываться до аппликатуры штрихов не нужно потому что ученик может просто этого не понимать то есть на начальном этапе все равно ученик учит вот как вот он слышит главное услышать но дмитрий уже это прошел он уже он у него слух хорош он может петь по нотам скажем так вот и поэтому мы мы с ним все-таки уже делаем упор и на штрихи может быть это не сильно быстро идет но идет качественно под не знаю как это пойдет дальше я тоже вот только начал такую деятельность преподавательскую но в принципе это все дело идет и у детей и у взрослых вот дмитрия в частности хорошо дима я тут был на курсах повышения квалификации баянисты севера сидел я в зуме слушал лекции мастер-классы супер крутой преподавательницы баяна вот и она там столько всего интересного рассказывала я думаю да действительно надо это все вводить вот мне например понравилось одно упражнение ц она предлагает играть гаммы не просто вот разжим сколько-то нот сжим а одну ноту на разжим вторую на сжим туда-сюда вот так вот попробую сыграть вот то что ты сейчас сыграл но не как мы учили на разжим а потом нажим это тоже все правильно но для интереса это и карди и но это двумя руками еще лучше помогать но ничего страшно даже одной одну ноту на разжим вторую на сжим разжим сжим и вот так вот давай посмотрим что получится ни разу такое еще не практиковал с учениками молодец дима смотри подожди хорошо но только попробуй пальцы левой руки все-таки к кнопкам приставить да чтоб они не уходили ощущай клавиату левую все-таки молодец ну вот так вот то есть такое есть упражнение хорошо дима давай теперь сыграем уже по обычному как мы учили мех но стаката сыграем если можно чуть побыстрее посмотрю как у тебя с техникой хорошо это можно делать и на 2 октавы тоже понятное дело мы сейчас не будем на это время тратить давай теперь будем развивать еще и слабые пальчики тоже давай сыграем легато но не вторым третьим четвертым а третьим четвертым пятым секрет развития этих пальцев это их использование вот боятся использовать надо использовать подожди давай еще раз назад чтобы там было качественно еще раз в обратном направлении вот хорошо а стаката можешь теперь тоже этими же пальчиками хорошо дима достаточно нужно вот точно понять что ты до до дошел а потом обратно ты сейчас немножко дальше ушел можешь сейчас не торопиться но сыграй отталкиванием теперь не сверху долбить а просто отталкиваться до до 10 вот хорошо сейчас будет сжим молодец даже не глядя играешь 2 пальчик расслабь 2 не оттопыривай расслабь да 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 не дошел они дни дошел и хорошо вот и второй пальчик чтоб не напрягался вот это тоже полезное упражнение на 2 октавы тоже можно его делать хорошо давай теперь поиграем гамму до мажор до мажор ты уже наверное в пределах двух октав сможешь попробуй легато в пределах двух октав гамму до мажор одной правой сначала хорошо дима можешь чуть чуть пониже камеру сделать телефон или он упадет вот чуть чуть пониже это наверно многовато хотя вот так вот 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 так сейчас сядь обратно по-моему вот да так лучше а то там не видно нижнюю часть клавиатуры давай еще раз сыграем до мажор вперед и назад чтобы не было у нас ошибок поехали они тоже пиздец или на клавиатуру смотри хорошо последняя попытка теперь чтоб совсем не было ошибок но нотку соль не прошел замечательно теперь стакката попробуй пробежаться попробуй быстрое кистевое стакката чтобы рука была свободная хорошо на две октавы можешь пробежаться давай чуть чуть помедленнее хорошо и последний раз ну что вот сейчас сам как бы прочувствую чтобы ты не ошибся может быть поаккуратнее не настолько сильно замахиваться но вот чтобы получилось все идеально правильно и не так быстро вот хорошо потому что когда играем тренируемся тренируемся до тренируемся тренируемся и нужно в итоге закончить все равно на идеальном варианте чтобы голова запомнила последний вариант самый правильный а теперь давай левой рукой поиграем давай подождите а это другая часть клавиатуры пониже спустись потому что надо до нет мидо давай сыграем легато на пределах одной октавы дорами фасоли оси потом на сжим поехали в конце немножко лишнее нажались еще раз чтобы все было отчетливо без ошибок вот хорошо а сможешь на две октавы сыграть то есть сообразить сколько надо играть в левой дорами фасоли оси дорами фасоли оси потом только сжим попробуй сообрази дальше продолжается ре или мы так еще не играли да наверно двумя двумя руками же мы не играли еще на две октавы мы начинали играть то же самое дальше еще мы так наверно особо то не делали на этом акцента что именно так играть на две октавы ты двумя руками вот ты двумя руками в пределах одной октавы играл хорошо вот это на будущее надо тоже этот навык приобрести вот так на две октавы давай теперь двумя руками в пределах одной октавы легато хорошо бери запас чтобы меха хватило запасик возьми и давай добьемся чтоб получился хорошо дима давай но он легато сыграем чтоб не так много воздуха расходовалась в обратную сторону ты еще знаешь не так хорошо а вперед уже хорошо знаешь а вперед уже хорошо знаешь ну понятно надо в обратную сторону еще учить ну давай сыграем на разжим легато в обратную сторону вперед ты выучил назад еще не совсем давай дима подожди это значит не твоя скорость возьми медленно до си для очень медленно возьми тогда получится вот вот нет нет где рев до соль же да ну ладно хорошо вот видишь то есть назад еще нужно если вы что-то научите вот вы когда нормально выучите вы потом уже можете быстро это играть а если чувствуете что как бы уже хочется но еще быстро пока не совсем то это значит нужно медленно еще играть 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 и потом раз если несколько дней подряд так делать уже раз потом проснетесь и уже чувстве вот вот сейчас уже я могу надо много заниматься для этого иначе сразу же все скорости садятся понимаете скорость сразу теряется потому что мозг вот каждый день нужно это тренировать хорошо давай еще арпеджио до мажор какие это арпеджио очень много молодец есть два только замечания сейчас скажу вот скажи мне сначала какие это арпеджио как они называются какой вид короткий да хорошо вот смотри первое замечание левую руку нельзя убирать пальцы вот так с кнопок держи их на кнопках пальцы в бок не убирай и второе ты как бы все на разжим сыграл давай также когда разворачиваешься потом да уже на сжим вот это добавить а так ты очень хорошо сыграл возьми чуть-чуть может быть запас совсем чуть-чуть и сыграй еще раз но чтоб все было все параметры какие я ставлю в своей школе хорошо и последний раз хорошо а двумя руками в левой руке нужно поставить на басы доме соль выставь вот хорошо и попробуйте дима нет вот ты начинаешь с первой позиции это неправильно сразу нужна вторая я сразу ставлю доме соль уже сразу пальцы вылит атаку попробуем хорошо ладно дима подожди это тоже нужно вот прорабатывать вот это тебе по технике дальнейшее задание двумя руками вот это сделать ладно давай теперь ближе к пьесам а то иначе мы опять затянем надо как-то побыстрее чтобы было поинтереснее ну давай сейчас посмотрим что же у нас стало сереньким козликом которого мы с тобой на прошлом уроке попробовали ну давай дима включим регистр с розливом как ты любишь давай включим в принципе почему бы и нет ну поехали я себе открыл ноты козлика вы уважаемые подписчики на экране увидите эти ноты это я все буду монтировать поехали посмотрим что стало с козликом о козлик какой-то сегодня козлик не свеженький видимо а с какого пальчика надо начинать дима как ты играл так не получит подожди подожди что это за чудеса начни одной правой с четвертого пальчика мы начинали давай еще попробуем нет нет стаката первую ноту я тут буду докапываться да и вот обратите внимание вот все подписчики вот кто особенно считает что ну что не нужно обращать внимание там на штрихи на начальном этапе может быть и не нужно да но я вот диме говорю он сразу же делает видели он сначала для тонута сыграл как бы а сейчас раз вот стака сразу перестроился это просто вот внимательность нужно проявить понимаете и если вы не можете вообще управлять штрихами но при этом что-то пытаетесь немножко ну это на начальном на совсем начальном этапе еще прокатит но дальше что профессионально заниматься это уже не получится вы значит так всегда и будете играть как у вас получается и вы в этом не виноваты аж никого не виню я просто делаю на этом акцент потому что есть люди у кого способности есть но они просто не хотят вот немножко ленятся играют как им нравится но способности есть им вот можно на это обратить внимание кто даже если много играет но никак не получится тогда скорее всего это и не получится и вы радуетесь что вы вот так вот играете вот как вас получается это нам никак не изменить вот дима я ему сказал он сразу же поменял значит это что значит что это просто вот немножко не невнимательно может еще не так много занимался но но это все получается поэтому я его учу как бы играть простые пьесы но профессионально то есть он их не как любитель играет и не факт что он сам бы до этого догадался а способности есть но просто уже раз поздний возраст это не сильно может быстро но это сейчас вот уже прогресс идет я сам удивляюсь в принципе просто вы не под не представляете что было в самом начале там какие-то маленькие изменения уже очень долгое время надо это все по сто лет делать а сейчас лучше пошло стюжей дмитрий научился по нотам практически вот играть и мы будет там 16 уже будем но сегодня я вам покажу вот так что это все имеет место быть обучение взрослых людей это возможно если есть способности но единственно что не так быстро скорее всего то есть не сразу виртуозный хорошо дима ты наверно двумя руками сейчас сразу уже сыграешь и все потому что это уже надо записывать поехали да дима вот во второй строчке все-таки небольшая тенденция оставить осталось у тебя что вот ля ля потом вот это ля половинная тянется и ты ее раньше лиговал аж си а я тебе сказал снимать вот более уверенно и вот это снятие ты вот чуть-чуть и и залегуешь давай еще вторую строчку вот сыграй ля ля тянется потом снимается и следующая сверху но но не впритык так нет сейчас ты как раз залеговал так не надо ля ля снять си снимать тянущуюся попробуй да да нормально видите то есть с нитрием уже можно даже про такие тонкости говорить понимаете в чем здесь дело нормально это давай я тебе это уже рекомендую к записи то есть ты может быть вот я до 30 числа принимаю видео поэтому вот всем подписчикам говорю что до 30 числа и 30 наверное тоже включительно я принимаю 31 буду снимать свои слова монтировать до видео в новогоднюю ночь пусть компьютер монтирует а первого числа мы выпустим уже есть участники еще немного но есть я боюсь что на следующей неделе начнут заваливать но в то же время боюсь что и не начнут вот я открою а там пусто будет из чего тогда это делать поэтому сообщите мне кто готовит просто напишите что александр привет я тебе пошлю там чуть позже я скажу хорошо чтоб я это видел что я не знаю то а бы то ли много пришлют то ли вдруг не будет тоже как бы я еще сам буду писать всем вот кто участвовал в прошлых концертах я вам скорее всего напишу сам и спрошу будете ли вы участвовать вдруг вы не видели или подзабыли так что приглашаю значит хорошо что ты еще играешь дмитрий серенький козлик принимаю давай одинокую гармонь и хорошо открываем значит одинокую гармонь интересно тут не наслоится окна нет все нормально хорошо дима поехали поиграя одинокую гармонь я слушаю да там в одном месте немножко 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 поиграть молодец давайте подаплодируем немножко дмитрию видите да прошлый раз же мы все равно цель на то еще не играли смотрите то есть я могу сделать вывод что ученик занимался самостоятельно потому что на прошлом уроке вы помните козлик вообще первый раз был увиден гармонь тоже игралась не полностью еще в процессе разучивания было сейчас уже есть уже нужно много раз повторять чтобы все отшлифовалась в конце что-то баст и залеговал как-то не совсем справился я предлагаю играть чуть-чуть помедленнее вот тебе кажется что ты так сыграешь уже сразу быстро ну вот помедленнее она и лучше звучит а на самом деле и помедленнее играет да мне сейчас показалось что немножко это даже быстровато ну вот а чё ты волнуешься я раньше когда учился в горном я волновался тоже на сцене играл очень быстро хотя это как бы не такое не надо но было такое ощущение что сейчас сыграю и все и быстрее свалить давай попробуем теперь медленно красиво сыграть вот вот почувствую как ты ощущаешь поехали еще а а а а а хорошо дима хорошо сейчас ну я может и не сильно опытный преподаватель но я могу сделать какой вывод вот по игре дмитрий вот несколько раз он сыграл что пьеса она у него получается он ее вот выучил но видимо вот он на своем таком вот каком-то этапе усвоение пьес но может быть это вообще как бы может это и лучше и не станет но надеюсь станет что вот нет нет где-то тут что-то может не получиться где-то тут может это от того что надо просто еще больше играть я не знаю дмитрий игрок но играл играл но может быть вот я к чему-то говорю как сделать так чтобы вы выучили вот один раз и потом всегда было это тщательно ну детально и я лично сам по себе что могу сказать я тоже если что-то выучу ну как сказать сейчас уже конечно легче но я играю больше по нотам а когда человек наизусть играет он может много потерять а я по нотам но начинающие еще не не умеют по нотам хорошо играть вот это нужно тренировать ну просто нужен опыт много играть 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 конструировать свою музыку что я когда играю вот я одинокую гармонию могу тоже сыграть без ошибок вот в таком варианте как бы это понятно по нотам но она может даже и без ноты кстати я сам ноты написал мой вариант можно сказать вот и я ее когда играю я же не просто так играю непонятно почему например вот начинается ми соль си соль ми я знаю что это ми минор что у него вот эти звуки где я гулял по этим звукам в других пьесах и вот так это все переплетается это уже вот часть моего мира то есть я не не боюсь ошибиться потому что я знаю куда можно пойти в другое место в другое я как бы представляю это сразу заранее а пальцы просто уже как следствие а вот и дима когда играешь у тебя какие ощущения что как бы боишься ошибиться и лишь бы получил не как боишься ошибиться промахнуться потом играешь слышать да нет вроде все на все нормально но хорошо то есть я не на то нажал я я могу как бы не остановиться и дальше продолжать могу исправиться переиграть как бы а могу просто понять вот здесь я ошибся но я буду продолжать дальше три варианта есть молодец ему вот уже дима анализирует то вот себя и я еще что заметил на начальном этапе вот то что ученик выучил вот это его работа вот то что он играет это как бы такая очень хрупкая система в которую лучше сильно не влезать то есть если играет то лучше в это никак не влезать потому что это вот он так составил а преподаватель он ну не то что не имеет права а если ученик особенно начинающий он ни в коем случае не должен как-то пытаться сильно в это влезть и все кардинально менять и сильно много нового забивать потому что уже это просто как бы образуется вот такая тонкая вещь и вот она есть и и с ней сложно что-то прямо кардинально сильное сделать а вот уже когда человек взрослый он уже может сам менять много тонкости тут же это запоминать а поначалу нет вот что создается вот нужно прежде всего ценить что уже есть вот я так считаю ну это мы еще есть в общем-то исследуем тестируем все люди разные у нас разные есть дети в школе есть у меня даже дети у которых есть ограниченные возможности здоровья и задержка в развитии то есть они учатся в других школах специальных и у них они тоже могут играть музыку как ни странно есть даже среди них таланты которые поют песни чисто красиво любой обычный ребенок бы даже так не спел если у него нет слуха скажем так вот и я заметил что вот такие дети они все вот то что я говорю вот простейшие они это воспринимают только спустя там неделю или месяц и вот очень долго но у них тоже получается вот но может быть это даже с этим и не связанным потому что вот вот что то вот что то есть такое как будто бы вот слух и музыка это что-то вообще другое не связанные даже с человеческим умом потому что есть есть у меня дети у которых вообще ум практически не работает вот именно вот отставание психического умственного развития но они при этом могут с музыкой вот общаться по слуху как-то они играют даже вот это интересно а я научился играть больше скорее всего даже через ум через математику то есть я но не знаю вот как-то это все в купе то есть все таки мне кажется музыка она выражает именно человека вот его настоящую суть вот какой человек вот он но это может покажется не совсем правильно потому что нельзя же говорить что как человек играет ну но если он вот именно если он играет если он занимается если он наладил вот эту связь с музыкой то он будет все-таки себя выражать я же не говорю о тех кто не умеет играть и нельзя же сказать что они типа плохие раз нет именно я имею виду если кто занимается вот тот себя и выражает и у димы слышно вот по игре вот его как бы его ну вот его настроение его вот отношения к жизни это все слышно в игре и поэтому я и говорю что штрихи это все-таки такое вот дело как бы когда люди все-таки кто хочет замечать жизни что-то тонкое красивое а кто такой вот слишком какой-то грубый и не не может это заметить и у него не получаются штрихи он даже их не ощущает но но не знаю может это мне так кажется музыка вообще опасная вещь потому что в ней нет явного смысла просто звуки и звуки а кто что придумает потом начнут спорить может это просто бред какой-то может быть этого и нет можно же изобрести там какую-нибудь мозаику и начать ей смысл каждому элементу приравнивать а потом по этой матрице общаться этот то есть это вопрос вот ты вот ты знаешь этот что я слышу в одинокой гармонии ведь мелодия прекрасная на самом деле а я слышу переживания а я тоже слышу переживания вот переживания вот я уж не знаю там текст песни ваш неразделенная любовь уже так и есть потому что словно замер на все засвета ноты и ноты и звуки и звуки какую-то информацию все равно несет я с тобой согласен в том-то и дело и мне кажется что какие-то люди могут это слышать и какие-то не могут а ты даже говоришь что ты слова не не знаешь а там слова как раз такие что же ты бродишь всю ночь одиноко что же ты девушкам спать не даешь но что-то да то есть тут я тоже это содержание ощущаю и я это ощущаю во всей музыки и в классической музыки и в той музыке которую может быть ты даже скажешь что это какой-то бред нагромождение звуков в каких-то очень сложных произведениях а я даже там что-то пытаюсь ощутить но вот здесь это настоящее а там может быть какое-то надуманное вот что-то в этом есть я предлагаю кстати подписчикам кому есть что сказать возможно мы с вами сделаем вот как мы с дмитрием но не урок даже просто разговор о музыке вот такую рубрику может быть вы расскажете же по моему в скайпе можно добавлять участников ну да может быть да можно нескольких вот надо это подумать может мы в новогодние праздники что не замутим с вами а как ну что дмитрий хорошо записывай тоже эту пьесу и присылай мне тот дубль который у тебя получится так какую пьесу ты мне еще поиграешь чем мы еще сегодня позанимаемся ты недавно выпустил видео видео про траве сидел кузнечик да было такое и что ты хочешь сказать если мы козла козла кузнечика ночью я я ее начал к принципе ну как учитывая что я работал туда-сюда но в общем я сначала правой рукой вот а потом мне вроде как бы на через несколько раз у меня получилось даже 1 кладу сыграть ну двумя руками хорошо дима давай покажи что у тебя получается давай посмотрим с какого пальца начиная попробуй ляси а хорошо дима достаточно вот видите товарищи в чем здесь дело вот дмитрий он играет эту мелодию да как бы любой неподготовленный человек скажет что все правильно все правильно в плане звуков но вот хочется еще штрихов все-таки более детализированных что на уроке например я не совсем такие штрихи показывал и не факт что ты их осознанно применяешь вообще молодец это все хорошо вот смотри давай здесь сделаем все проще вот смотри сначала восьмушки ты и дмитрий кстати вот он правильно играет он практически такие штрихи играть но не совсем вот смотри дима сначала восьмушки идут стакката и потом только то вот это вот это тянущиеся какой у нее штрих как ты считаешь вот это тянущийся соль диезик у него же уже не стакката раз он тянется стакката это всегда пим и все а тут тянется со следующий ты ну тогда потому что он как бы один тянута это тянуть именно одну ноту понимаете лига то это когда несколько нот слит на а тут ведь после этой ноты же не сказать что что за лиговка какая-то идет она просто 1 тянется потом снимается то есть тянута это когда одна нота тянется и обрывается со следующие не лягуются вот в моей методике так сказать это называется тянута хотя это слово оно может и в других смыслах применяться в музыке но я так применяю именно к механике не динамики именно только к механике хорошо и еще раз давай сначала сыграем восьмушки стакката четверть и дальше посмотрим поехали вот она тянута потом стакката и вот она еще тянута дальше опять стакката достаточно дима про подожди подожди вот здесь вот ты сейчас правильно сыграл вот кто внимательный последнюю нотку ля дима до этого-то сыграл вторым пальцем а сейчас 3 надо выбрать вот вот давай третьим играть потому что вот вот этот весь кусочек в траве сделку зелененький он был там или что там вот этот вот вся вот эта первая строчка вот кроме последней ноты ля это все вот как бы что-то такое одно и и там ля мы играем третьим и давай выберем вот вот эту вот одну мысль мы все-таки закончим и третьим закончим но дальше да но дальше последнюю ноту ля в первой строчке мы уже будем играть не третьим а уже будем вторым это уже представьте себе представьте себе там уже вторым да а до этого все все третьим вот сыграя еще раз я буду немножко говорить ты меня не слушай видите вот дима играет он нотку ля везде сейчас будет играть третьим вот видите третий сейчас тоже третьим нет а потом не четвертым вторым потом да подожди дима подожди вот вот до третьим а потом вторым я видишь я несколько аппликатур показывал если дальше быстрые нотки играть разными пальцами вот одна аппликатура если одним пальцем они я кстати попробую мне приходилось неудобно эту аппликатуру когда разными пальцами и очень сложно запомнить и я тебе здесь все таки да я тебе предлагаю пока одним играть но ты же не будешь сильно быстро играть одним прокатит одним вы можете до какой-то степени долбить и это даже лучше я играл произведение вот на фортепиано сонату моцарта разными пальцами пробовал неудобно удобно но как-то вот а потом смотрю рихтер играет он просто одним одним пальцем вот так долбит вот это вот долбление но в какой-то мере доступно у разных людей разная скорость но она есть она развивается если вот так вот долбить рука как бы зажимается надо ее расслабить опять найти такое состояние чтобы вам было легко и постепенно это можно найти и используйте то есть не обязательно разные пальцы использовать хотя бывает пишут что такое правило дима смотри а какие тут штрихи давай сначала все стакката будет поддавая эту часть представьте себе которая с нотки ля начинается а потом в нижняя строчка но стакката нет это ты лигуешь ты ля лигуешь си стоп да а вот здесь уже легата стакката ты ну-ка нет подожди дима достаточно если ты хочешь здесь тоже легата я не против я не против ты можешь ля залеговать си но только это в нотах должен тогда записать и потом мне показать то есть чтоб штрихи были осознанно давай давай вот я это запомню сейчас вот раз ты так хочешь пожалуйста я это услышал когда-то до этого игру но ты мне про это не сказал значит неосознанно как-то сделал но интуитивно ты сделал правильно так тоже можно может быть ты так слышишь лучше вот эту песню давай еще раз с нотки ля и тогда ля залеговываем си ля си да нет а эти не надо тянуть мне кажется что не надо подожди а тогда надо и подожди а если ты ля си залеговал если ты залеговал ля си 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 потом надо си до да правильно вот дмитрий слышит логику даже уже в штрихах видите какие способности все дальше не надо подожди вот ты до лягата дошел пока не надо давай еще раз это место но помедленнее ты сейчас не совсем качественно помедленнее и хорошие штрихи да нет а эту подожди а ты восьмушку нет а ты восьмушку стакката не сыграл восьмушка то стакката нет вот это не тянуть вот это не тянется си она стакката а потом следующая уже лягуется нет нет ля си 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 стакката тогда все разваливается если оно не тянется тогда смысл нет ляговать если оно не тянется это у тебя разваливается ну у меня разваливается да вот смотри ля лягуется си потом си 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 стакката потом си лягуется с до потом до 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 Стокката, следующее до тоже стокката Да, стоп, достаточно Вот сейчас ты так правильно сыграл Ну как я вот хотел Может быть разный вариант, только что посознанно Только сыграй медленнее И более четко по ритму Это у Светика прыжок короткий был какой-то В смысле? Ну он не допрыгнул Там же лиговать не надо Не, ну я имею ввиду Ну вот, не знаю Мне вот так вот лучше она звучит Сыграй, как тебе лучше звучит Нет, ты с ноты ля сыграй Как ты с ноты ля будешь играть? Достаточно, Дима Вот ты сейчас сыграл именно так, как я и просил Все правильно Ты просто этого нет Она же тянется последняя Вот ты сейчас сыграл Подожди, Дима А я с тобой сейчас не спорю Вот ты сейчас сыграл абсолютно правильно Как мы и хотели Может быть ты Ну тогда все получается Ну в смысле тогда Тогда все Допрыгнул Светчок Дима Давай сильно не будем фантазировать Просто ты Я просто штрихи понимаю более Осознанно Ну как просто осознанно Я их понимаю прекрасно Вот я слышу все эти варианты Я могу тебе другой вариант показать И ты в него поверишь Могу еще один Музыка это такой Троллинг легкий Когда людям говорят Что вот нужно так жить Они О, давайте так Пробуют, пробуют О, живем А тот кто говорит Он знает много таких вариантов И как он захочет Так и будут То есть Викинг Александр Немножко в такой Гипноз вводит Я могу Много вариантов Это же еще этот Как его Рубинштейн даже говорил Что я могу Разную картину нарисовать А, про Рубинштейна говорили Что он разную картину С разных точек стреляет Но попадает в одну цель То есть В музыке много вариантов Просто я их все уже Исследовал А ты как бы Один вот исследуешь О, тебе понравится И ты рад А я могу другой сказать Можно вообще все штрихи переделать На другие Но фишка в том Чтобы ты понял Как они вот получаются Что это вот осознанно А то что ты вложишь смысл Это тоже хорошо Вот я говорю Что-то тут такое Есть Волшебное Действительно сюжет какой-то создается А дальше легато Да Дальше восьмушки легато Давай еще раз Это место и дальше Нет Нет, а вот эту не тянуть Да Да Вот И дальше так же Нет, не тянуть Не тянуть Да, Дима Вот Если тянуть Это тоже правильно Я не говорю же Что это неправильно Это тоже правильно Это тоже как имеет место быть Но это Тогда столько много информации будет Что ты запутаешься И ты будешь играть мне каждый раз по-разному А я тебе буду доказывать Что ты не так учил А ты будешь каждый раз Начинать с того Что ты Вот как ты сыграл Ты типа подумаешь Вот мы же так А ты можешь это забыть Понимаете В чем дело То есть музыка много информации содержит Я предлагаю Я предлагаю сначала играть Вот эти простейшие пьесы Просто тупо стакката Не потому что я Это выдумал вот просто так И хочу, чтобы все люди так играли Это может быть звучит даже несколько глупо Что мы вот у кота играем стакката Я с этим согласен Но я это ввел для того, чтобы вам показать Что есть штрихи вообще Что они вообще есть Вот я в камеру даже посмотрю Что вообще есть штрихи И я думал, что люди это узнают И может быть даже немножко Вот задумываются И поймут, что все пьесы Это оказывается легко играть То есть вот это такая цель А потом я понял, что какие-то люди это понимают А какие-то нет Какие-то только вот могут по-своему как-то мыслить И возникли какие-то вот противоречия То есть Вот мне казалось, что я Я буду это, конечно, еще Ну, дополнять Вот этот путь викинга Но мне почему-то вот казалось Да и сейчас кажется Что это самый простейший путь Как научиться Проще нету Вы будете метаться в одну сторону В другую Вас один научит как-то неправильно Другой И вы так вот Есть уже вот этот путь Он уже есть И это он все проверен Будем его еще дополнять Ну, в конце концов Если уж по большому счету говорить Вот как можно научиться То надо идти тогда в музыкальную школу Чтобы с нуля вам преподаватель Ваш путь составил Это же путь викинга Такой усредненный А все равно у каждого свой путь Понимаете То есть Кто хочет научиться играть Вы не думайте, что для вас Персональная будет Вот у меня программа Я имею ввиду на канале Потому что Я не могу Снять такой путь Чтобы все прошли И все научились Это невозможно Это для каждого человека Вот индивидуально приходите Я вам могу Будут другие пьесы Какие-то давать Не обязательно же эти Вот Еще я хочу сказать Такой момент Может который вас Немножко шокирует Что на самом деле Я все эти пьесы Раньше не играл Я сразу же начал играть Сложные пьесы Полет Шмиля Озорные наигрыши Гридина До этого Народные мелодии В своей импровизации Вот То есть Я не научился играть По такому пути И мне кажется Это невозможно Научиться Даже играть Просто я Предположил Что это может быть возможно Раз в школах Пытаются так научить И вот такой путь сделал И эти простейшие пьесы Я с нуля Сам тоже исследовал Но вот я их исследовал Потому что я изначально Уже такой А можно ли вам научиться По этим пьесам Через мое исследование Я не знаю Я только рад Если вы научитесь Вот Мне кажется Что можно Вот Дмитрий Учится Вот он У него получается Хотя Дмитрий Скажем так Не такой человек Кто прямо Вот сразу же Сходу Сделает Какие-то сложнейшие Задачи Но и то Получается Следовательно И у вас Кто сейчас меня смотрит Тоже Должно получиться Есть люди Очень активные Подвижные Вот у меня Вот у меня Был Знакомый Мы в скайпе Созванивались Он играет Арпеджио Быстрее меня Но он Не может Сосредоточиться А Дмитрий Он может Не настолько Бешеный Но он Зато Вот ценит Красоту деталей Вот у него Есть эти штрихи Он идет Верным путем Медленно Но верно Вот поэтому Это хорошо А есть кто Начинает быстро И потом Вообще Бросает Тут же Ну как бы Да Короче ладно Разные люди есть Давайте не будем Отвлекаться Хорошо Дима А двумя руками Цифровка У нас Ты цифровку Уже выучил Мы еще с тобой О Молодец Уже выучил Си Здесь Ре минор Нет Это Ре минор Здесь Ре минор Потом Септ Ну я понял Дима Ты это как бы Только вот еще Начал Как бы Я как бы Так играю Более менее Но надо еще Как говорится Посидеть Ну в общем Постараемся Сделать Записать Дима Молодец Слушай Ну Кузнечика Я не знаю Сегодня 20 число До 30 Успешно За неделю Это можно Кстати Думаю Да Думаю Я сегодня Похоже Еще посижу Может быть Дима Я тебе вот Что посоветую Вот пробуй Совмещать Да Пробуй совмещать Ты потом Например сейчас играл Ты другими штрихами Уже стал играть Но это потому Что еще идет Процесс Вот этого Совмещения Обучения Вот посовмещай И когда Почувствуешь Какую-то уверенность У тебя Штрихи Сами на место Встанут Да Напиши В нотах Эти штрихи Давай Проверим тебя Стаката Как записывается Вот первая нотка Ля У нас Стаката Что нужно записать Точка Да Правильно А где точка После ноты Нет После ноты Это Нота Удлиняет Правильно Вот А стаката Под точкой Под Под нотой Да Ну можно Над нотой Точка Под нотой Да Там можно И под нотой Можно и над нотой В принципе Где тебе удобно Можешь поставить Вот А тэ нута Как обозначается Вот у нас Соль льез Тэ нута Танута То же самое Как точка Только Вине Та же ставится Под ноты Только черточка Да Алигато Алигато Алига Да Алига Вот Залегова на первой И последней Вот Дима Давай тебе Такое задание Вот ты Напиши Вот штрихи Которые мы сейчас Выбрали Правой рукой И мне эту фотку Пришлешь Со штрихами А я проверю Что ты написал Хорошо Но это Потом уже После Вот этого Урока После записи Хорошо Димаш А что ты еще На баяне играешь А Ты еще Мне играл Любовь и голуби И ты Еще играешь Доренский По моему Мамин вальс Ну я Как бы В процессе Да Но Хорошо Дима Подожди Уже времени Много прошло Наверное Слишком Длинную серию Мы не будем делать Уже и так Целый час Мы говорим Хорошо Дима Наверное Мы пока С тобой закончим Я знаю Ты на гармонии Еще играешь Пьесы И На баяне Еще другие Учишь Но наверное На этом уроке Пока все Да Наверное пока все Поэтому Дима Сейчас В первую очередь Сильно Если ты только Начал что-то учить Сейчас сильно Пока это не надо Давай в первую очередь Сделаем записи К новогоднему концерту Хорошо Зрители уже увидели Исполнение Но ничего страшного Я думаю Что на записи На новогоднем концерте Это еще лучше будет Ой Что-то скайп Кажется Тормозит Я извиняюсь Если бывает Подтормаживает скайп Ой Низкое качество связи Да Товарищи Слушайте Ну Надеюсь Все будет хорошо Может быть Просто У телефона Зарядка кончилась Давайте Пожелаем Дмитрию Успехов Дима Что-то Что-то Дима Скайп тормозил Вот сейчас Кажется нормально Тебе меня видно Слышно Да Скайп тормозил Вот Бывает Сейчас слышно Картинка за степс А Понял И еще я хочу вам что сказать Друзья мои Бывает что в скайпе Тормоза А потом раз Резко быстро Или когда ученик играет Резко быстро Я раньше думал Что-то ученик ускоряет А нет Это Может быть конечно и ученик ускоряет Но бывает еще что скайп ускоряет И вы имеете это ввиду Кто дистанционно занимается Может такое быть Ой у меня даже по моему изображение Черно-белое стало Нет я вижу Короче вот всякие чудеса могут быть Но ничего страшного Ладно Дима давай У тебя очень красивая елочка Гармонь вон я вижу лежит под елочкой Синтезатор у тебя есть И вольтмастер Боян Да и только занимайся Да у тебя творческая Насыщенная жизнь Ты конечно человек уникальный Воспитанный в советском союзе И тебя может быть и привлекает Что я тоже так и штрихи требую Все будем делать из тебя Советского баяниста Ой Ну в общем здорово Здорово Я все таки считаю что Как говорит директор нашей школы Еще Ну Директор нашей школы Чем говорит Чем отличаются любители от профессионалов Что любители Они просто играют Им это нравится Они не пытаются добиться результата А профессионал именно должен показать Результат который был бы Даже конкурентно способный С другими профессионалами Но с Дмитрием мы Результата добиваемся Штрихов Всевозможных И прочей ерунды Всем пока С вами был Александр Плей Викинг музыки И Дмитрий Увидимся на следующем видео Теперь заставочку смотрим Поехали